Я хочу вам привести сейчас несколько примеров. Я назову сейчас одну фамилию. Олег Винников, это священнослужитель из Тернопольской области. Он 19 марта был госпитализирован, сейчас лежит в реанимации Тернопольской городской больницы. Я намеренно называю его фамилию. Так вот, мы посчитали в полиции, что он за неделю проконтактировал около с 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд. И сейчас мы ищем этих людей, я называю эту фамилию. Все, кто контактировали с Олегом Винниковым, священнослужителем Тернопольской области, пожалуйста, или оставайтесь дома, а еще лучше звоните вашим врачам, если у вас появились симптомы. Вы могли заразиться от него. В этом нет ничего постыдного. Он не знал, что он болен на тот момент, когда общался с вами. Но я показываю этими цифрами масштаб, что будет, если мы не остановим действия многих людей, которые относятся к этому несерьезно. Ведь карантин введен был. И мы просили священнослужителей всех обрядов остановить обряды, остановить массовые общения с людьми. Потому что священник часто общается практически на расстоянии нескольких десятков сантиметров.